на дипломатии луну сколько-то посмотрим как это вернется там еще небольшие правки получились попробуем там нам чуть не организатор чуть не подлянку не сделал так секунду немножко музыку потише сделают что-то меня на напрягает все good атака так здесь есть так попробуем сразу шопнуть вот этот стек например что включить я просто свой как-то не очень хочу включать потому что может быть он не всем по вкусу будет да у меня не так много любимой музыки что прямо ну включить могу без проблем но сейчас объясню что там западлянка да там такая неприятный такой момент был в плане того что у венгрии отняли праву с крепостью и теперь мы с венгрии соединиться не можем по этой причине ну точнее сейчас уже праву вернулись с крепостью и теперь мы с венгрии снова соединиться можем а ну давай так без проблем давайте каждый из себе сам включит музыку ой не сюда залез что 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 у меня происходит тут я не все да блин все не туда ты их все ребят я выключил включайте свою музыку от нее действительно как-то немножко напрягает музон этот особенно когда пытаешься говорить и он хотя пусть наверно осаждают ладно без них здесь у нас что блин здесь джангл джангл не очень круто это давайте протокуем следующем месяце вот как раз 3 июля сейчас зайдут пополненные и попробуем догнать сразу я думаю там все должно быть нормально потому что у сербия находится в уязвимом месте скажем так и ну куда вы ушли то зачем поэтому главное не нарваться там на шот нигде потому что глубина территории не очень большая поэтому можно нарваться на шоу если не фейлить то должно быть все нормально посмотрим у меня албанию кстати в пользу сербии отняли и посчитали что недостаточно девелопмента у сербии ну в смысле территориально у страны которая занимает сербс сербс сербские территории поэтому меня еще глубина глубина еще меньше стало то есть теперь на мою территорию можно напасть практически на любую прову ну то есть пройти в любую прову это их преимущество то есть если они грубо говоря сражение выиграют и захотят меня шотнуть я отступлю на свою территорию то они меня шотнут то есть одно большое выигранное сражение для них они могут меня догнать в любой праве практически то есть они пройти могут там крепости если только крепость успеть поставить до войны а если они объявят до того как я крепость поставлю то они меня могут в любой праве догнать и шотнуть и единственный вариант это спрятаться на острове но для этого надо выиграть для этого надо выиграть море грубо говоря я даже успею дойти туда 31 числа значит шот сразу сходу гоу расставимся чтобы они больше не делали не я к тому что просто там и там конечно вариант как пройти сейчас принципе если бы крепостью если бы крепостью венгру не вернули то это был бы наверное единственный вариант потому что потому что если мы с венгром не могли с со старта друг с другом соединиться то это был бы единственный вариант как крепость потому что в противном случае они бы воспользовались тем что они объединяются со старта сходу выигрывают численно у меня первое сражение шотают меня и потом разбираются отдельно с венграм все война выиграна изи просто только за счет того что у них географические положения лучше они могут друг другу пройти мы не можем единственный еще вариант есть я могу с западному анатолийцу точнее квас до к западному на то лицу сбежать на его территорию тоже там при определенных условиях на старте очень легко слиться там пару это одна-две ошибки можно слиться вообще на изи просто да конечно у меня сейчас как раз день день я куча поэтому можно и ленты кидать на минус бабло что стоит этот товарищ может уже начнет он по агрессивнее себя вести пускай пройдет что ли нет не хочет никуда присоединяться и кстати говоря насчет войны там сербии болгарии еще не известно как все обернется одно дело на дипломатии там до сессионной дипломатии а потом еще в игре может все обернуться совершенно иначе поэтому надо дождаться сессии там видно будет у меня есть естественно заготовки но как так они сработают наверняка или не наверняка но и будем надеяться на адекватность тем тех с кем я договаривался противном случае это больно ударит не только по мне но и по ним блин я и займа когда-нибудь выберусь нет просто абзац какой-то так я войну яки объявлял давайте всех их аннексим ох сколько бабла ничего себе серьезно вот у этой однопровинчатая у однопровинчатого минора здесь и то меньше ну ничего я нормально денег поднял вот уже более цельная территория получилась так ну вроде таким образом так где-то бомбануть еще может да вот здесь вот бомбануть наверно может не успеет наверно корт корка сделаться гул займы выплатим ох сразу всего два займа осталось супер супер пупер так так давайте так сделаем ой не то есть блин ну что что я сделал что-то меня это я вроде только начал стрима меня уже гнил для какую-то фигню делаю здесь не убрал усталость от войны ребята ну что я такое делаю ну ладно что-то я туплю взял админку лишнего на сливал ну ладно сейчас займа отдать можно будет нанять двух советников в конго можно дам принципе чё ждать действительно просто сейчас сепаратисты будут вот единственным неприятная ситуация ее бы до войны с конго разрешить она как раз сейчас касанчики эти сепаратисты влетят надо секунду ребят надо быть и готовым они сейчас со дня на день взорвутся скорее всего здесь хотя нет здесь тоже могут по идее так давайте глянем еще может быть можно снять все это дело climate корки везде поставились да но здесь никак не сделать здесь можно и здесь можно по идее давайте уберем нафиг где можно там уберем иконские сепаратисты все равно бомбанут ну врываемся в конго глеб откашливайся если есть что сплюнуть вот в платок плюй тотак вы сможете